всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня начинаю такое небольшое видео ну как небольшой наверно получится большим я хочу сегодня ответить на вопросы которые вы мне оставляли под предыдущими видео решила объединить вот такое одно видео заснять для вас ответить на вопросы я их все записался в тетрадочку смотрите на так красивая тетрадочка сюда все записала и наверное отвечу не на все сегодня потому что некоторые из запросов которые вы сделали мне это нужно отдельное прямо видео снимать пройдут на ту или иную тему в общем наверное все-таки видео будет долгим поэтому берите чай кофе или занимайся им делами а я на фоне буду болтать для вас сегодня так значит первое что хочу ответить по поводу моих ну скажем так увлечений до павлопосадские платки не было у меня новинок вообще никаких просто потому что он павлопосадские платки я приобретаю для того чтобы их носить то есть допустим у меня есть пальто у меня кстати есть одно пальто нет два которым много лет ну как одному лет восемь второму лет девять наверно они очень качественные хорошие мне нравятся но иногда знаете хочется как-то обновить свой образ я по либо какой-то шарф либо платок и тем самым красивый вид сзади одежду муж ну ладно вот и соответственно как то вот я накупила носила их в этом году и больше ничего пока вот такого не за может быть очень я правда хочу шелковый платок еще купить но пока не выбрала поэтому с павлопосадских платков новинок у меня нет новинки парфюмерия тоже у меня нет новинок да нет новинок никаких просто потому что но осень было такое время летом мы уезжали потом приехали было много тела и так далее осенью вот такая осень у меня выдалась и ничего нового я соответственно не приобрела но я приобретала себе вот такой вот это набор для нее на сайте рандеву я оставлю ссылочку на него конечно же там всегда всякие акции скидки там продается парфюмерии косметика в том числе я на этом сайте бывает нет не до что-то заказываю себе и вот здесь вот вот такие вот ароматы вот такие мне очень понравился вот этот во первых дольче габбана вот этот аромат очень классный и вот этот вот от эскада тоже мне понравился в особенности вот этот эскада это наверное вот прям он у меня зашел он такой стартует какой-то клубничкой что ли чем-то таким сладеньким вкусненьким и потом он становится таким более прохладным зелененьким мне кажется на весну вот он будет идеальный здесь на самом деле вот пробнички но каждого флакона хватает надолго как раз разносить понять нужен тот аромат или нет в общем всем рекомендую кто ищет что-нибудь для себя такого ну просто зайти в магазин например да в какой-то и потестировать насколько вы за раз сможете потестировать ароматов да нанесете на одно запястье на второе пойдете там попробуете а здесь вы можете дома спокойно поносить и я обожаю вот эти арома бокс и вообще иногда просто использую их в качестве там разнообразие своего парфюмерного гардероба поэтому вот супер тоже был вопрос по поводу парфюмерного гардероба вот сейчас пользуясь вот такими наборчиками там же есть наборы там 14 февраля и к 8 марта можно любителю парфюмерии подарить какой-нибудь такой набор праздником мне кажется это супер а я сейчас вот прям на постоянной основе пользуюсь ароматом специально сюда силов гардеробная чтобы сразу все показать это вот такой аромат лавы и бель я кстати по моему заказывал его тоже на рандеву это который солей кристалл это который с кокосиком видите сколько у меня осталось вот он у меня почему-то прям не уходят от меня вот весь февраль я им пользуюсь и январь тоже у меня был практически целый флакон и вот сколько я его выпила можно так сказать вот он у меня больше всего в ходу также я пользуюсь периодически вот таким ароматом у меня малюсенький такой это гранд болио я не помню марку у меня была коробочка девочки не найду наверно сейчас вот такой аромат тоже мне он очень нравится и наверное а и вот этот еще аромат это у меня даже есть коробочка от него афна виолет букет называется это такой восточный аромат я вообще люблю больше восточный аромат он просто заляпанный хочу вам показать вот такой но больше всего почему-то у меня вот лавы и бель вообще от ланком лавы и бель мне ароматы и всегда наверно очень заходят они прям вот моё вот ну и конечно же вот эти ароматы периодически нет-нет от our collection я не так и не собрала всю коллекцию этих ароматов но очень хочу на этом ближайшее время какой-нибудь из отарчиков себе снова приобрету вот это что касается парфюмерного гардероба я думаю что я так ответила ну просто потому что не было у меня такого прям настроения сейчас весна есть ароматы которые я хотела приобрести которые зимние такие ароматы они в том числе вот в этом арома боксе есть но сейчас будет весна хочется что такое полегче приобрести поэтому наверное пока ничего пока но приобрету что-то обязательно вам покажу наверное это будет что-то из отаров или вот из этого арома бокса вот это эскада very love так он по-моему называется вот это сердечко вот это сердечко мне очень понравилось вот так на этот вопрос я ответила дальше меня видео о домашней библиотеке оно будет отдельным я вообще хочу еще приобрести полку как бы такой маленький стеллажик для новинок книг потому что они мне сейчас распиханы вот так везде где-то прочитаны где-то еще не прочитаны и вот просто во всему дому напиханы книги я хочу их соединить в отдельный такой стеллаж даже знаю какой хочу стеллаж куда его поставить осталось только приобрести и наверное вместе с вами будем разбирать мои книги и соответственно сниму такое видео так про комнатные цветы тоже отдельно видео ну потому что у меня их тоже много и есть новинки которые я вам не показывала ну вот да надо будет заснять такое видео тоже надо будет мне наверное состыковаться с моим старшим сыном попросить чтобы он был у меня моим оператором потому что это такое видео в движении как бы нужно мне помощь с этим видео так дальше меня спрашивали по поводу я так понимаю вот этого украшения я сейчас посмотрела потому что но вот это это так вот правильно это на леске в обрамлении лимонного золота фианит таких украшений полно покупалась сам лайте и это у меня белое золото с таким ключиком отдельно покупалась цепочка отдельно сама подвеска это был подарок моего мужа и вот про это колье я так понимаю что все таки спрашивает и кстати не первый раз я сейчас посмотрела в магазине санлайт она недоступна к онлайн заказу сейчас она стоит девочки вот 483 рубля это я покупала в санлайте вот он это серебряное колье с лунным камнем и аметистом то есть беленький это лунный камень да а фиолетовая это аметист насколько я поняла сейчас это стоит 483 рубля недоступно к онлайн заказу и я посмотрела что в наличии магазинах тоже нет если будет возможность как-то скопировать отсюда ссылку это я через приложение смотрю и отправить вам я это сделаю и в похожих я тоже ничего не нашла вот похожих тут тоже нет но в общем я заказывала санлайте тоже что-то совсем недорого она стоила может рублей 500 или что-то в этом духе но сейчас мне кажется подешевле на стоит чем я его приобретала колье очень классная покажу смотрите как он красиво вот так там выглядит а я его вот как отдела летом так не снимаю вообще и моюсь и с ним ничего не произошло не с камушками не самой цепочкой она покрыта роде вот и еще должен быть вот видите здесь браслетик такой на браслетике я не приобретала хочу купить такую браслет а где а нет такого браслета вот так что давайте все-таки скажу если кому интересно артикул вот так и сделаю кто может за скринит надо вот за скриньте если кому нужно значит артикул 92 356 сонлайт ну что же что еще может быть и также меня про украшение вот этот комодик беленький там у меня серебряные украшения у меня их много девочки и видео это будет но я не знаю часовой наверно что все показать у меня также есть вот такая коробочка здесь бижутерия в основном у меня серьги я очень люблю серьги всякие всякие разные что-то я покупала на алиэкспресс что-то покупала в каких-то магазинчиках но в основном если бижутерию брать в основном это алиэкспресс потому что там дешевле кстати я сейчас ничего не заказываю на алиэкспресс поэтому не знаю как там что с этим быть так следующий запрос у меня про ногти еще дальше будет про ногти сейчас про книги но книги для детей подростков наверное так я сразу скажу у меня два сына младшему 8 скоро будет 9 и старшему 12 вот какие книги скажем так я бы посоветовала да я вообще спросила своих детей и всего того что прочитано что им больше всего запомнилось но я хочу сразу оговориться о том что он я щас про электронной книги тоже хочу рассказать и просто смотрю название значит что хочу сказать я люблю сама детектива соответственно мне кажется что это как-то повлияло на моих детей потому что они тоже у меня любят детективы и какие-либо приключения так как где мне здесь сюда сразу так не подготовилась а значит книги которые вот в электронном виде я читала своим детям это и которые очень понравились этот детектив и нет блайтон пять юных сыщиков и пёс детектив вот мы прочитали всю серию этих книг вот так вот выглядит пять юных сыщиков и пёс детектив всю серию абсолютно всю мы прочитали вот она здесь тайна секретной комнаты но это правда такой детектив который ну как бы такой детский я бы сказала совсем детектив но очень понравился моим детям так что рекомендую но это наверное все таки возраст помладше такая начальная школа можем даже чуть-чуть еще помладше значит эта книга нам понравилась также летом мы читали сдавали значит задавали моему сыну старшему список литературы на лето он всегда очень большой этот список литературы и мы читали я не читала на ночь то есть помимо того что сын у меня читал сам я им на ночь обоим читала александр грин садим без головы очень понравился вообще были в восторге но действительно классная книга классика она остается классика да вот вообще я в принципе за то чтобы читать чтобы дети и подростки читали то что им интересно понятное дело что есть школьная программа но все же то что им интересно и также по опросу моих детей они отметили я как-то показывала своих видео вот такую серию книг вот у меня их сколько ой целых семь штук даже тяжело это фрауки шойны манн приключения кота детектива вот так вот выглядят эти книги приобретали мы их я их приобретала по буквоеде где-то что-то заказывала вот у меня целая стопка этих книг и я принесла вам прочитали всю абсолютно всю серию их и и очень понравилось моим детям если бы вышла еще какая-то новинка я бы ее конечно приобрела тоже но мы читали когда старшему был по моему в третьем четвертом классе мы как раз прочитали вот эту всю серию это я читала им тоже на ночь вот так вот выглядят эти книги так следующее что я хочу конечно же отметить это то что мы читаем сейчас и то что я говорила до этого это вот эта серия эрин хантер коты воители одна моя зрительница написала что у нее вообще 30 по-моему одна книга этой серии вот у нас всего пока 4 мы сейчас дочитываем какую третью до лес секретов лес секретов это третья книга мы ее как раз дочитываем и у нас еще одна и я приобрету остальные вот в этой первой серии это очень интересные книги двенадцать и восемь лет интересно просто безумно если первая книга это как раз котенок потом какое-то развитие то третья книга это вообще нечто вот подставь сюда вместо котов людей и добавить чуть больше взрослых тем и это просто будет захватывающая книга для взрослых серьезно здесь затрагивается все и любовь предательство дружба к это и так далее то есть весь спектр каких-то положительных им только эмоций супер мне очень нравится я сама читаю с огромным удовольствием не 38 годиков и мне безумно интересно мне хочется мои дети уже засыпают а мне хочется дальше дальше читать но я все-таки сдерживаю и мы читаем вместе рекомендую действительно рекомендую да здесь книг очень много вот если взять на обратной стороне на вот в серии книг смотрите скупка просто огромное количество но я думаю что мы будем читать может быть мы дочитая вот эту первую серию воители которые да здесь раз два три четыре пять шесть шесть книг у нас только четыре нам осталось еще две приобрести и я думаю может быть мы сделаем перерыв а потом снова вернемся или будем дальше продолжать посмотрим как захотят мои дети и еще одна книга которую читал мой старший сын и читал ее я я повелась честно говоря на обложку вообще это перри из переизданная да это новое издание этой книги я еще раз повторюсь мне 38 годиков я прочитал ее за два дня и я докупила из этой серии еще две книги но в старом издании в новом потому что не нашла и это у нас софи грин тайна мальчика приведения это очень интересно это тоже детективная история здесь история о том как девушка встречает мальчика приведения и начинает расследование почему же этот мальчик стал приведением безумно интересно слушайте я вот просто отдельно от своих детей за два дня я прочитала и вот это новое издание мне нравится больше вот странички красивые мягенькие такие очень приятный текст приятно быстро читается мой старший сын кстати тоже достаточно быстро вот на январских праздниках прочитала остался в восторге и я докупила но не начала еще читать мы будем на каникулах из этой же серии вот эти да вот старое издание и новое новое мне нравится больше новое такое вот покин и штупс секреты мертвых игрушек и дело о последнем призраке вот но мы их еще не читали мы будем читать я думаю что будет тоже очень интересно софи грин вот это наверное все что я могу посоветовать ну по так сказать опросу моих детей что больше всего понравилось это именно вот этим то что я вам сейчас сказала так и последнее на сегодня и так уже много наболтала но все же хочу ответить это по поводу ногтей это вообще моя любимая история сейчас одну секунду я возьму у меня тут вот такая вот коробка который дичайший бардак я его вот так вот тут все выглядит но как иначе значит был вопрос по поводу того как я их делаю нарочные они у меня или как и тому подобное также спрашивали про базу и топ давайте с этого я и начну значит у меня вот такой топ заказывала я его на вальберес если ссылка не сгорела то я вам ее оставлю global фэшнл топ алмазный я искала такой топ который не будет царапаться будет долго держать блеск на ногтях и так далее потому что если вот такого цвета ногти это кстати тоже мой новый лак и это вообще нечто я хотела лак голографический гель лак да с голографическим таким эффектом вот что ко мне пришло он какой-то серый непонятный ну в общем ладно все равно накрасила но что делать раз уж заказала вот он кстати это я на вальберес заказала ведь он серый я думала ну будет как-то там переливаться что-то нет так значит топ то есть он как бы долго держит блеск на ногтях но не так что прямо супер долго и база у меня вот база мне кстати очень нравится beauty time марка тоже оставлю ссылку если она есть ruby bass вот такая вот я буду ее повторять однозначно потому что на ней все хорошо держится ничего не скалывается супер она такая достаточно густая у меня уже подходит к концу да ведь уже в общем база не растекается не раз в общем класс мне нравится мне нравится работать с этой базой вот такая вот она у меня и хорошо держит любое покрытие очень хорошо поэтому супер и перед базой я еще наношу сейчас я сам в бардаке найду что-нибудь не готовилась я сразу села перед базой я наношу еще вот такой господи стыдно показывать ну ладно вот такой вот экстра праймер фокси эксперт тоже если ссылка не сгорела я вам ее оставлю под этим видео так и теперь к длине ногтей как я вообще и делаю и тому подобное есть несколько вариантов первый из вариантов это когда вы берете такую прям жесткую каучуковую такую базу наносите на свой ноготь у вас свой ноготь отрастает и как бы база за счет толщины ее еще называют укрепляющей базой она просто за счет своей толщины она держит ноготь то есть он не ломается я тоже так делала ломалась все ломалась серьезно все ломалась вот но и минус этого способа тем что вы потом опиливаете то есть снимаете верхний вот слой сам цвет и наносите снова и вот когда снимаешь вот этот верхний есть коробочка сейчас я покажу эту фрезу у меня есть вот такая зашуршание вот такая вот машинка заказанная мною сто лет тому назад на алиэкспрессе где у меня эта фреза это бардак девочки все еще в лаке я не знаю я не убираю здесь кто-нибудь убирается еще так вот такая беленькая фреза вы снимаете верхний слой и наносите потом все заново если нет опыта в опиливании то будет вот так вот все волнами буграми это потом очень сложно выровнять какая бы база ни была нужно потом снова все это опиливать и в общем это целая история это числа 2 минимум особенности если вот на этой руке я делаю еще более-менее красиво то когда подхожу к этой уже забиваю на все и меня все бесит и в общем на этой руке никогда красивый маникюр у меня не получался во-первых можно чтобы снимать вот этот слой я нашла другой способ у меня есть вот такая вот показываю как есть вот такая вот насадка она как наждачка то есть здесь вот снимаете вот такая штучка и на нее сверху одевается как наждачка не знаю есть ли на вальберис я покупала на алиэкспресс я сейчас посмотрела ссылка у меня сгорела был вот такой вот набор здесь вот фрезы и вот они вот эти наждачки если вы найдете это как бы как пилочка считается как раз для опиливания то есть как обычная ручная как вот такая вот пилочка только для машинки если найдете на вальберис то есть обязательно берите очень удобно быстро в общем супер мне вот это нравится я именно сейчас вот этими насадками снимаю верхний слой если мне это нужно цвет я имею ввиду чтобы оставалась база и тогда более-менее ровно ровно все это дело снимается так с этим я рассказала следующий способ который я тоже ну я расскажу обо всех способах да возможно вам пригодится какой-то определенный следующий способ который я тоже использовала это можно укреплять а можно наращивать с помощью верхних типсов заказывала я их на вальберис вот так вот они выглядят я заказываю вот заказывала разных форм форм да разные формы разные по моему нет длина у меня одинаковая но длину можно сделать поменьше если вам нужно давайте на примере какой-нибудь формы там покажу то есть давайте возьмем вот такую форму грязные все то есть вот форма они там каждого каждой формы есть разные размеры под разные ногти я думаю вы найдете то есть вы наносите вот сюда гель прикрепляете на ноготь сушите достаете и опиливаете чтобы если потому что где-то гель подтек а гель сам гель на который делала я я его выбросила точнее у меня закончился я его выбросила это что-то типа геля для наращивания акрилового геля для моделирования что-то в этом духе такой у меня был в чубике а вот он вот есть вот такой вариант его можно использовать с верхними типсами можно использовать вот это не очень хороший мне не очень нравится он потому что постоянно растекался у меня был другой не помню какой фирмы но в общем на вальбрис можете посмотреть к верхним типсам вот гель как бы для наращивания он идет только он какой-то там акриловый или что-то такое минус этого способа в том что если вы делаете ваши ногти коротенькие а вы хотите длинные то вот сверху у вас будет все ровно и вы отпилите только вот здесь вот краешки а сама пластинка будет ровно а вот снизу вот с этой стороны будет все неровно и это все нужно как-то отпилить как это сделать вот у меня не получалось никогда потому что где-то у меня было затекало тем более вот например вот этот вот плохой гель он у меня затекал вот сюда прямо вот сюда в стык и там вообще невозможно было все это выпилить не поранив себя то есть была целая история которая мне то есть такой способ мне не нравился и еще у меня была проблема иногда я делала слишком толстые ногти то есть вот здесь надо приловчиться но как вариант укрепления допустим своих ногтей и при этом сделать ровненькую то есть видите они сделаны как бы с арочкой уже разные есть есть даже такие вот как такой кошачий вариант да видите они такие как бы дугой вот так вот сделаны да то есть почему нет я считаю что имеет место быть подготавливаете ноготь как обычный маникюр также наносите на вот этот гель не нужно наносить базу ну вот праймер наносите ну все то же самое наносите потом опиливаете и уже сверху красите все но то что вы видите на мне это третий способ который я тоже испробовала и мне понравился он больше всего потому что он не требует большого большого количества времени на подготовку и тому подобное это вот такие вот у меня здесь по-моему не было никакой бумажки бумажки не было это акриловые типсы по-моему или гелевые типсы как-то так называется оставлю ссылку на вальберис покупала тоже я взяла набор из разных размеров разных как она у меня открывается из разных размеров разных разной длины потому что я подумала ну я как-то попробую значит это вот такие вот достаточно вот достаточно надо целую взять да показать давайте целую маленькие видите они маленькие есть есть длинненькие разного размера разной формы то есть они есть такие немножко квадратные как сейчас у меня есть вот такие вот остренькие ноготочки в общем разные там есть можно одной длины в общем выбрать в общем посмотрите на вальберисовку оставлю значит в чем суть вы берете просто подбираете по размеру приклеиваете красите и все и вы свободны вот единственное здесь есть один минус во-первых производители вот этих вот штучек а и они кстати вот вот вы когда их берете достаете да они такие мягенькие достаточно очень такие ну прям мягкие можно загнуть но когда вы их сушите в лампе они становятся твердыми я покажу то есть они уже не мягкие они реально твердые супер способ очень классно единственное что производители вот этих вот продавец вот этих вот штучек так что это не наращивание это наклеивание я называю значит то есть мой ноготь под ними он совсем коротенький я просто сверху наклеила можно так выразиться но это тоже вариант наращивания значит я продавец и в отзывах значит написано что можно просто на обычную базу наклеить обычную базу вот как я вам показала вот на такую типа каучуковую базу берете наклеиваете я попробовала несмотря на то что базу у меня хорошая отклеились на через три дня причем отклеились те ногти вот на этих пальчиках и вот на мизинце это видно те которыми чаще всего что-то делаешь я не знаю и на правой руке они отклеились быстрее чем на левой ну видимо видимо как то так я купила я купила вот такой гель я вам тоже на него ссылку оставлю у меня все грязное поэтому я сама немножко испачкала значит у меня купила вот такой гель написано профессиональный клей гель для гелевых типс на нем держится просто идеально единственное что когда он к вам придет вы откроете баночку и вы будете немножко в шоке потому что он внутри давайте я вам покажу чем бы показать так там отзывы что пришел засохший но он не засохший это такой клей вот он внутри я кстати вот такой вот палочкой как раз таки металлической его и подцепляю он внутри во-первых вот так тянется а во-вторых такое ощущение что он действительно высохший то есть вот я возьму немножко от жертвы маленьким кусочком закроем вот так вот он выглядит ссылочку оставлю и он как будто бы пластилин то есть вот его можно скатать он такой вроде даже не липкий никакой я его на базу на вот эту вот обычную базу то есть я делаю маникюр обычно как вот вы делаете наношу праймер наношу базу и сверху вот этот клей он вот такой вот реально шариком у меня руки уже все грязные то есть такое ощущение что он засох вот он видите не видно ну вот он по ощущениям как будто засохший то есть это не не жидкий гель-лак ничего такого и вы берете небольшую капелюшечку рекомендуют вот эту небольшую капелюшечку наносить на эти типсы здесь подготовлена то есть она вот здесь вот такая шершавенькая рекомендуют наносить сюда так и потом уже наклеивать но я так не делаю вот этот гиль он не растекается не расползается хотяывая я наношу на сам ноготь вот такой вот палочкой вот такой палочкой распределяю его чтобы он был на всем ногте и потом уже наклеиваю ноготь и делаю вот такие вот ну как бы движения чтобы он распределился внутри и полностью приклеился потому что если с какой-то вместе он не приклеит то соответственно там быстренько все это отклеивается все сушу 60 секунд и все единственное что минус этого способа и вот эту типсу нельзя приклеивать близко к кутикуле потому что она имеет свою толщину и когда вы будете красить то есть вот это вот разница вашего ногтя и дальше будет идти типса она будет очень заметно и вот эту часть нужно как бы около кутикулы нужно хорошенечко отпилить соответственно если вы близко приклеите к кутикуле то вы повредите пальчик поранитесь поэтому нужно чуть-чуть отступив и как достаточно намертво так приклеивается то есть когда ноготь отрастает отросший ноготь я потом снимаю спиливаю цвет сюда да как бы гелем как это сказать выравниваю ноготь вот здесь сюда отросшую часть и крашу заново но потом спиливаю их то есть они как бы вот два раза я вношу я же экономная поэтому да в общем вот так вот это у меня спрашивала девушка как можно быстро самой себе сделать длинные ногти очень хочется но я вам советую если вы всегда ходили с короткими начните с низ не с такими длинными как у меня чуть по меньшей размером а потом уже побольше чтобы привыкнуть чтобы не переломать себе все пальцы и ногти в том числе вот так что я надеюсь что я ответила на этот вопрос но вот это вот прям гениальная штука у меня закончится летом я не буду делать такие ногти потому что они грядки пропалывать конечно супер но это неудобно поэтому у меня закончится я буду заказывать себе еще держится действительно вот с этим клеем держится идеально главное чтобы этот клей покрывал всю ногтевую пластинку иначе у вас останется вот здесь вот зазор между вашим ногтем и приклеенным и туда будет попадать вода и всякая бяка которую невозможно будет достать и так далее в общем во всем остальном штука идеальная кто хочет сам себе делать длинные ногти есть кстати вот с этими типсами видео на ютубе я не профессионала я вот тоже иногда делаю смотрю на себя думаю господи ну чтобы как-то аккуратнее сделать нет я тяп-ляп особенно вот эта рука мне обычно идеально а вот это это уже все это уже пиши пропало вот так что ссылку оставлю вот из всех способов вот этот самый лучший я прям вот хочу расцеловать того кто придумал такие штуки увидела их случайно на вальберес потом посмотрела на ю тубе есть как это называется это гелевые типсы как правильно работать с гелевыми типсами но на базе не держится если вы почитаете отзывы про гелевые типсы в принципе в интернете то вы тоже увидите что многие пишут что на базе не держится на обычной базе вот каучуковой не держится лучше приобрести специальный вот такой клей приклеить и потом просто я спиливаю полностью вместе с ногтем вот этой фрезой беленькой который я вам показывала просто все удаляю и все вместе с клеем и наклеиваю замок вот так так что у меня ногти не нарощены на клей хотя не на как посмотреть вот общем на основные ответ вопросы я ответила я надеюсь что я ответила что было вам полезно ссылочки под этим видео насчет моих социальных сетей кстати средства удаляю кутикулу я бы таким средством на ногах и на руках вот такой вот тоже заказывала на вальберес не самое идеальное немножко подсушивает кутикулу гель для размягчения кутикулы я не делаю аппаратным потому что у меня кутикула тоненькая мне здесь вообще кожа очень тоненькая если что задеваю сразу идет кровь поэтому я вот таким после него надо хорошенечко обезжирить ногти если кому вдруг нужно можно и педикюр себе делать вот этим хорошее средство но подсушивать немножко кожу потом надо какой-то маслиц или кремушка наносить вот все я надеюсь что я на все ответила хочу поблагодарить всех кто оставляет мне комментарии спасибо большое что не поддерживаете мне это очень-очень-очень приятно вот и пару слов по поводу социальных сетей все социальные сети где я зарегистрировалась на сегодняшний день и вы камни еще не восстановили должно всем дней пройти еще нет 7 дней вот и если к моменту выхода будет восстановлена вк и я тоже напишу все социальные сети где я есть все они под этим видео я никого никуда не агитирую но все же все же они у меня есть так что если что пишите telegram в том числе можете там написать все что хотите даже какие-то просьбы там я вам ведь тоже ну то есть что там показать и так далее и я вам какие-нибудь фото маленькие видосики там скинула если кому нужно вот все много наболзала на сегодня с вами буду прощаться надеюсь что вам это видео было полезным и интересным всех люблю целую до новых встреч